но скажите кто что это буржуйка что это булериан там бутаков или батарея но нет конечно да это просто что-то невероятное вот с точки зрения внешнего вида что здесь нового какая мысль здесь сюда заложена в эту печь вот эта печь она вызывала наверно наибольший эмоциональный отклик у тех людей которым я с замиранием сердца в первый раз показывал эти первые образцы да поэтому я так вот набрался смелость сказал эх пятого поколения пусть будет да ну вроде пятерка красивая до цифра такая и да здравствуйте друзья магазинах фарнакс появилась просто невероятная новинка отопительная печь от компании tmf просто сногсшибательный дизайн выдающиеся типотехнические характеристики знакомить с особенностями этой печи я буду в паре с генеральным конструктором компании tmf константином бессоновым друзья здравствуйте мы вновь в гостях компании tmf приехали мы сюда за анонсом новой новой новейшие печи и прошлый раз мы с вами обсуждали поколение отопительных печей перед нами уже печь нового поколения пятого поколения есть несколько способов нагрева помещения естественно инфракрасным изучением естественно конвекционным и в зависимости от степени использования того или иного и способа нагрева как раз можно разбить печень на некоторые условные вот эти вот группы условные поколения что здесь нового бы это просто что-то невероятное вот с точки зрения внешнего вида какая мысль здесь сюда заложена в эту печь до мысли заложен очень простая комфортно удобно эргономично греть людей вот и все не надо сильно нагонять большую умственности вокруг этого предмета древнего и простого в общем-то да ну да совершенно правильно же не ты сказал что когда мы снимали с тобой фильм о четырех поколениях предыдущих дровяных отопительных печей длительного горения но это возникла тема не на пустом месте я тщательно это как-то пытался переосмыслить вот среди тысяч тысяч печей которые есть все равно как-то мне вот эти четыре типа нарисовались да они уж слишком таким выдающимися характеристиками отличиями обладают одна другой и плюс по они выходили в хронологической последовательности как мы уже говорили в прошлом интервью повторяться не будем их совершенно четко можно назвать поколениями и поскольку вот эта новая печь но это но скажите кто что это буржуйка что это булериан там бутаков или батарея но нет конечно да поэтому я так вот набрался смело сказал эх пятого поколения пусть будет да ну вроде пятерка красивая до цифра такая и да ну выдержит ли это декларация проверку временем или нет это не нам судить мы делаем все что можно в наших силах а там уже дальше куда история нас рассудит как вот бегемот говорил хорош книжки к семье форма крайне интересная необычная вы не боитесь отпугнуть вот этим внешним видом у своих потенциальных покупателей же но это всегда дилемма когда бываешь новое изделие до либо прикидываешься серостью такой и становишься сто первым в некий ряд либо как бы говоришь нечто что люди говорят вау но это не будем говорить что такое окно овертона но это вот ровно об этом от недопустимо и неприемлемо да да вполне банально и заурядно потому что я прекрасно помню как на рынок выходила огонь батарея и мне и коллеги это что это вообще что такое да название то что это такое это вообще так не бывает ничего ну как-то люди же ко всему привыкают и вот к этому привыкнут главное что здесь есть некий функционал достаточно приятный дизайн и хорошая эргономика так что ну что бесконечно плестись то в ряду подражателей это вот нехорошая такая роль не люблю и давайте расскажем нашим зрителям в чем основная идея этой новой задумки и как это устройство должно работать потому что ну здесь явно опять же но на мой взгляд сочетание и конвекционных поверхностей и и прямого излучения ну я понимаю ну пока четвертого вида теплопередачи не придумали люди да и любые отопительные печи какие бы они ни были кто бы их не производилась чего бы они не были сделаны их полезная тепловая мощность она распределяется между вот двумя компонентами это конвекция и тепловое излучение и собственно вот в том или ином балансе вот этих двух компонент полезной тепловой мощности все печи и проектируются но очень кратко не хочу повторяться дело в чем да что ну мы говорили про мужики это лист металла который охлаждается очень плохо поэтому они прогорают были попытки сделать трубные печи первая печь это булериан затем пришла бутаков у них были проблемы теоретические которые отражаются на практической эксплуатации с запертым движение вот этого горячего воздуха запертой трубе потом мы скромненько 10 лет назад решили эту трубу разрезать на огонь батареи чтобы туда подмешивался холодный воздух и печь заработала безусловно эффективнее чем трубная с точки зрения теплотехники но и меня вот это все время свербела мысль ну вот что а если эту щель увеличивать вот щель это увеличивать но безусловно тогда воздухообмен пойдет лучше гораздо большее количество холодного воздуха будет заходить между как бы вот этими орибрением печи и теплообмен будет лучше гораздо но тут мы напарываемся на другое но ведь вот это чем больше расстояние между вот этими ребрами тем больше отсюда тепловое излучение нехорошего некомфортного как его забороть и вот как ну пришла хорошая мысль так давайте это все вот наклоним назад вот эти ребра радиаторов таким образом чтобы вперед и вбок тепловое излучение дискомфортного мы не ощущали как вот допустим от излучающей печи как вот визируем сегодня с тобой баловались тут вокруг нее да и при этом сохранить все вот самые самые лучшие свойства радиатора радиатор как известно металлическая самое лучшее что придумало человечество для охлаждения металлических поверхностей таким образом вот в этой печь и я бы сказал тут сосредоточены три-четыре такие главных достоинства то есть здесь в качестве механизма охлаждения раскаленного топлива применен воздушный радиатор ребра радиатора пластинчатый радиатор можно назвать но лучше этого человечества ничего пока не придумала для рассеивания тепла в воздухе второе у этой печи на тепловое излучение направлен назад и при этом как бы не препятствует вот эти широкие щели свободного воздуха обмену затем эргономическое свойство серьезное тут то что мы организовали подачу питающего воздуха извне то есть печка не вытягивает вот этот вот воздух которым мы дышим из помещения а берет его прямо с улицы во первых это удобно никаких сквозняков во вторых это ну как бы удобно то что она плеваться дымом не будет помещению ну и совсем уже крайний вариант я говорил про co2 то есть если идет опрокидывание тяги в режиме очень медленного горения допустим как сейчас он в той печи за стеколком идет то риск вы вывода угарного газа в помещение он скажем так существенным образом минимизируется но дальше когда вот эти все мысли у меня там в кучку собрались какую печь надо делать то уже дальше шла работа над дизайном эргономикой технологичностью и такими ну простыми общем то вещами про внешний вид вопрос да он правильный хороший дело в чем что вот почему-то в людях как бы это сказать есть такой момент когда им говоришь слово печка то это обязательно должна быть какая-то разлюли малины на шрифт ижеца древний псевдо русский какой-то да это какие-то татуировки непонятно даже чего каких-то березок и всякой вот чухни свой на мой взгляд да совершенно неправильно и когда мы вот эту печь уже сделали я с огромным удивлением и не буду скрывать большим удовольствием обнаружил в наверх последней линейки известнейших масляных обогревателей изделия которые вот ну сходно до степени смешением даже стало неудобно скажет опять все спер но подождите это вот я работал более двух лет этого клинического новое христом богом клянусь я этого не видел я это увидел уже вот буквально когда она ну проходила уже испытание я хочу сказать что скорее всего вы попали в тренд потому что вот пару лет назад идет такое но на мой взгляд возвращение к образом 60-х 70-х годов начала 70-х и здесь такие тоже слегка округлые и может быть там слегка наивные какие-то формы появились в этой печи и возможно вы просто идете в ногу с теми западными образцами с компаниями которые вкладывают просто огромную сумму в дизайн ну вот эта печь она вызывала наверно наибольший эмоциональный отклик у тех людей которым я замиранием сердца первый раз показывал эти первые образцы да и вот кому-то это напоминало что-то космическое кому-то корабль наутилус кому-то какой-то излучатель вот вот никого не оставляла равнодушных у каждого видился в голове некий поток вот каких-то воспоминаний или ассоциаций да ну так что оставим это каждому человеку ассоциировать так как он считает нужно вообще видите вот я понимаю как что вот любая форма живых существ не знаю или технических устройств она продиктована функционалом ну змея не потому что вот она такая без ног что она красивая да а верблюд за вами горбами потому что вот он некрасивый но наверное если бы змею при определенные условия существования верблюда поставить там да то может быть она и пошла по пути вот наращивание там горбов там копыт и так далее вот поэтому эта печь она целиком если мы все-таки говорим о ней они лекция там о дизайне промышленном ее весь функционал полностью вернее дизайн ее весь полностью подчинен функционал и функционала не только явно видимому допустим до который вот человек видит но есть огромные ограничения остаются которые для обыкновенного человека за кадром про это не надо знать технологические ограничения экономические ограничения человек в этом может ничего не понимать но он выберет потому что это самое рациональное да вот об этом речь что я повторяю что самое главное как бы самое-самый главный признак совершенства технического устройства это не мной придумано это генрих салвич альчуллер говорил что никогда нечего добавить а нечего убрать ну давайте вот что отсюда убрать тут нечего брать есть топливник есть радиатор есть то есть сюда и вот эту мы придали какую-то приятную форму безопасную эргономичную и достаточно высокотехнологичную я бы сказал да я с большим удовольствием буду смотреть когда будут первая попытка это повторить да это отдельный мой спорт не лишайте меня этого удовольствия да несмотря на то что мы вроде хорошо тут прикрыли эти вещи это я обращаюсь к любителям повторюшим бабам хрюшим да ну вот пробуйте соревнуйтесь давайте вернемся к функционалу я предполагаю что все равно из предыдущих поколений печей что-то что-то перекочевала в конструкцию конечно перекочевала тут ну что но здесь я повторю печка это такой предмет у него немного степеней свободы на самом деле да если мы горим дровяной печи но есть же такое понятие что над система формирует некие подсистемы это тоже из моего любимого триза как бы как бы к нему не относиться но это очень хорошее чтиво когда-то для меня было что допустим вот печки является над системой вернее под системой но топливной системы вот полениться до полениться влияет на эту печку но все же видели как полениться устроен там лежат дрова длиной но не знаю 35 40 сантиметров поэтому длина топливника 40 сантиметров ну все понимают что эта печь допустим для самым популярного объема отопления там 150 кубов значит должна выделяться некая тепловая мощность который будет компенсировать потери среднего помещения 150 кубов значит к длине прибавляется некий объем что дров надо положить столько тогда есть требование примерное по длительности горения мы с вами все подробно обсуждали отсюда вот получился объем топливника вот он такое не какой-то иначе до затем есть допустим размер радиатора да тут есть разный коэффициент когда радиатор изучал что допустим нельзя поднять коэффициент полезного действия печи но бесконечно увеличивают от радиатор там есть коэффициент вот который снижающий на размер радиатора он должен быть оптимальный потом начинаешь подгонять к размеру к максимальному экономичному раскрою листа когда вот это вот печь она кроится практически без отходов какой бы сложный там геометрии на первый взгляд не казалось вот и ну допустим если нужно воздух подавать снизу для этой печи мы заявились до чтобы не берем воздух это из отопливаем помещение ну понятно зачем печь ставить на ноги мы поставим ее вот на такую колонну вот но колонна давайте сделаем опору опору какую квадратную об квадратную запинаться не знаю бы и вот углы опять прокруглой квадратная до вытирать пыли какие-то там вот эти углы неудобно но давайте сделаем круглую выпуклую ну давайте да вот поскольку топливник цилиндрический ну и дверца получилась такая цилиндрическая там космическая кстати у нее было изначально название другое но к сожалению запатентовать это не удалось и в последний момент это название оборвалось наиболее дотошные зрители могут найти такую пасхалочку я специально оставил как эта печь называлась прежде чем стать фаренгейтом найдете вот фильмах кому надо там на шильдиках это прекрасно все читается это к тому что я не заливаю это документальное свидетельство некоторые да есть оставила решил оставить не убирать этот кадр ну прочим про то почему здесь нету варочной поверхности про там про то почему здесь маленькое стекло про то зачем надо воздух подавать из но все уже рассказал перерассказал почему у нее нет шибера уже не можно же да сделать ссылочку что я цел достаточно большую скучное такое видео лет тем более два раза повторять одно и то же да даже не на мне поэтому еще раз говорю что функция определяет форму это можно видеть или можно не видеть но это именно так функционал первичен и как говорил то там яковлев да за мне советский конструктор что ну некрасивый самолет он не может хорошо летать но это мы сразу чувствуем что какая-то пятая нога торчит что-то вот там вот руль в багажнике вот что-то вот не то да все вот а когда мы подсознательно говорим грамматично выглядит все это как-то то значит его хорошо работает как вы думаете кто будет покупать эту печь да вот самые обыкновенные покупатели огонь батареи условно говоря огонь батареям у такого булериан все вот это вот тройка предыдущих поколений буржуйку оставим это другое несколько да то же самое то же самое это печь отапливает помещение до 150 кубов это модификация этой печи 150 кубов при этом у нее есть возможность какое-то длительное время как проработать на одной закладки в режиме длительного да совершенно верно да мы говорили что не будем корректно называть потому что это много чего зависит длительность горения но эта печь имеет точно такой же объем топливника прям вот точно точно такой же высчитанными ремантический как огонь батарея 7 популярнейшая печь как булериан как он нулевой вот этот малыш да даже немножко побольше чем галериана вот но у бутакова изначально там один из пороков печи профессор бутаков студент был такой что туда нельзя было положить дрова и многие переобезьянщили кстати по первых порах вот это вот да и там как бы топливник на большой а дрова туда не положишь только щелочка вот снизу а сверху пустое пространство поэтому все вот тот параметр главный объем топливник который производитель может заложить он не хуже да и вот параметр такой эксплуатационные практически важно что печь можно заложить дровами до самого верха в топливник он здесь соблюден видите здесь практически он все под обрез да ну и вот мы с огонь батареи перетащили себя но сам у себя вору имею право здесь сделала такая корзина которая является распределителем воздуха и сменным картриджем которые предохраняют от экстремального угольного излучения нижнюю часть топливника защищает таким образом вот у нас есть еще младшая версия печи даками light вот радикально чем они отличаются они радикально по теплотехник не отличаются ничем это полная теплотехническая копия старшей версии она отличается прежде всего она отличается более дешевой ценой то есть это некий оригинал огонь батареи light наверное да у нее она отличается она чуть пониже ростом я специально сделал у нее нету ящика зольника у нее нет функции подачи воздуха извне у нее нет колосника кстати для дров это и не сильно то и нужно да даже в этой печи там колосник он заужен до безобразия я подробно рассказывал почему это так сделано в общем-то теплотехнически это то же самое по эргономике немножко попроще ну допустим золу надо удалять каким-то совочком ну собственно вот а с точки зрения теплотехники это печь не хуже ни капельки можно так сказать что если вы привыкли пользоваться огонь батареи то эта печь старшая для вас если же вы привыкли пользоваться печами аля булериан то уже для вас тоже для конечно абсолютно то же самое да но только для тех кто привык пользоваться мы про младшую версию в эту про а.б. это старте понимаете мне владельцы бульяна всегда немножко жалко да потому что они вот ну любят там что-то возиться там зале может эта фишечка какая-то у них я не знаю там да кто любит возиться в зале вот полости покопаетесь да для вас для вас версия да 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 это мы вот эту развлекушку мы тут оставили до ковыряйтесь там совочка власти и пожалуйста как интересно печь это по сути получилось разные 1 можно сказать даже подового горения да ну вот это большая холиварная тема проекта не начинай потому что на самом деле если я вам скажу резюме была очень большая тема когда на форум хаусе кстати 10 лет назад ровно да вот про без колосниковые печи колосниковые и в общем-то тема если убрать эмоциональную компоненту бурную с обеих сторон очень бурная тема была то в общем-то если хорошо лимитировать ограничение подвода воздуха под колосник то никакой разницы нету да дровина понятия не имеет там колосник под ней или не колосник если снизу нет подачи воздуха в центр закладки то дрови не все равно абсолютно да почему-то считают что если колосник туда обязательно дует какой-то горн да это не так то есть дело не в колоснике а в качестве дросселирования нижнего воздуха закладку дров вот собственно все разница колосник это эргономика это удобно и залу убирать удобно что там выдвинул ящик да и все а для горения для дров он ну да не очень то и нужно то есть тем кому нужен колосник добро пожалуйста кому не нужен тоже пожалуйста то есть мы примирили два таких вот лагеря остроконечников тупоконечников если привод магазин человек может сразу определить какая печь нужна пятерка семерка девятка 11 просто посчитав ребра потому что там все логично здесь мы можем ожидать совершенно увеличение да 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 я проект написал уже официальном документе что если в огонь батареи базовая модель была семерка и потом уже дальнейшее развитие получили младшая версия пятерка там девятка старшая 11 до то у этой печи базовая модель это восьмерка раз два три 4 5 6 7 8 и будет младшая версия на 100 кубов 6 ребрами и будет более старшая версия с десятью ребрами но дальше эту гусеницу как бы там не заглядывают пока по длине да ну вот убрать отсюда два ребра и получить где-то там около 300 миллиметров длину дров это приемлемо но такие варианты где цельные там деревья там заталкивать я пока не смотрел теоретически можно есть такой нюанс что вот эти печи нельзя брать на вырост потому что когда в умеренные условия эксплуатации печь поставили сильно большую и она тепла будет выделять слишком много да это не электрическая плитка где можно там свернуть на какой-то минимум минимум у каждой печи дровяной есть некая минимальная режим горения ниже которого пускать нельзя если вы опускаете режим горения ниже то печка просто вся умывается конденсатом вот этим зловонным и труба и топка и все будет реки и не надо то есть выбираете печь по объему такому как указал производитель ну плюс минус там совсем немножко но двукратное какое преувеличение типа все равно производителя наврали возьму-ка я гигей на вырос мнение огребетесь меня вот куча примеров таких то человек у меня про видео здесь недавно прислали что он эксплуатировал лет десять наверное печь оба 7 все было хорошо решил взять оба 9 ему говори не надо оба 9 бери оба 7 не я так сказать запасом до возмущенное видео что раньше то делали вот хорошо теперь делают плохо посмотрите вся печь в конденсате вся вот сажа смотрите она заросла это вот до чего они доводят все эти производители с их браком да ну парень ты просто ее перевел в режим дегтя гонки иначе жарко иначе йогать слушайте рекомендации производителя друзья если у вас остались вопросы относительно конструкции новые печи фаренгейт от компании tmf обязательно задавайте их вопросах видите константин гейдж внимательно читает комментарии очень внимательно пытаемся на них ответить своевременно задавайте не стесняйтесь обязательно донесем обязательно спросим при следующем нашем визите я так предполагаю что мои набеги сюда на ваше производство они нас дисциплинируют и вводят в ритм как будто вот так ну что ж друзья вас призываю подписаться на наш канал потому что впереди будет очень много интересного в том числе и из этой локации только от первоисточника только самые горячие новинки на канале фарнаx фильм косин гейдж я вас благодарю за шикарную возможность одним из первым познакомиться с этой чудесной печью я предполагаю что у нее большое будущее ну а мы магазине фарнак сделаем все возможное от себя зависящее для того чтобы донести до наших зрителей до наших покупателей все преимущества в этой новинке спасибо же небольшой компании фарбакс и тебе лично спасибо уверен что многим понравится эта печь спешите за покупками в магазин и фарнак с печи разлетаются как горячие пирожки делитесь своим мнением об этой печи в комментариях к видео и в наших социальных сетях не забудьте подписаться на канал фарнак с фильм впереди еще очень много интересного ну теплых вам выходных до новых встреч счастливо друзья